Музейный экспонат Таких, как, например, Голландия, Франция и особенно Британия, где вся мужская часть королевской семьи по традиции нередко связана с флотом Ее Величества. Добралась идея такой выставки и до нас. Рассказывает она десятки историй о море, морской моде и ее воздействии на уличную одежду и даже на высокую моду. Помимо самой экспозиции, посетителей ждет масса сюрпризов, о которых они прежде не слышали. Очень много будет программ созданных для взрослых людей, для женщин. Также можно будет проводить свои дни рождения здесь и для детей, и для взрослых. Также очень большое количество различных программ. Можно будет прийти, попробовать себя на подиуме, одеть морскую одежду, морской тематики и попробовать на себе, как это все будет выглядеть. Выставка «Море в шкафу» стала одним из важнейших музейных проектов нынешнего года. По масштабам ее можно сравнить лишь с проходившей здесь «Титаником», хотя в отличие от него выставка – это не привозная, а созданная полностью работниками музея. Для ее организации пригласили и стилистов, некоторые из которых отметили, что такие предложения приходят крайне редко, а тема влияния морского костюма на нашу повседневную одежду остается все еще не исследованной. Тем интереснее попробовать себя в совсем новом направлении. Во время выставки пройдут и несколько форумов, связанных с морской романтикой в сегодняшнем костюме. Первый будет 21 октября, посвященный тельняшкам, откуда это все пошло, вся история, как это пришло в повседневную жизнь. И второй морской форум будет 18 ноября и будет посвящен современной уличной морской моде. Обе этих форума будут на русском языке, и всю информацию, когда они будут происходить, можно будет найти также на странице «Летной гавани». Во что облачались и во что одеты сейчас рыбаки и морские военные моряки, с чего началась пляжная мода, когда появились первые бикини и почему тельняшка полосатая, вы сможете узнать, посетив выставку «Морского музея», которая проходит в столичной «Летной гавани» до 18 января. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.